эксклюзивчик я самогоноварильщик нормальный алкоголь не слабо такие мастерские должны быть у каждого мужчины это мой любимый дом выезжаем поехали друзья всем привет я дмитрий беляев артель данил макар и братья так мы назывались 10 лет назад когда мы познакомились с андреем сейчас мы называемся арткела 9 лет назад андрей начал пользоваться этой бани и мы хотим сейчас рассказать об этом опыте использование бани 9 лет прошло много воды утекло и много наверное есть штук которые хотелось бы чтобы вы рассказали нам как строителям и для зрителей которым наверняка интересна тема строительства бани хотя вот такая баня я расскажу без подобная баня мы в такую баню еще раз даже не взялись выстроить настолько она сложна необычно в ней много нестандартных узлов я насчитал как минимум девять уникальных элементов и о них мы вам обязательно расскажем но сейчас я хотел бы чтобы рассказал андрей о том почему тело и не пожалел ли сейчас андрей ты что выбрал этот материал для строительства ванну давайте с этого и начнем я хочу сказать что тело не образ жизни это все же эксперимент и отвечать на ваш вопрос где мы хотел бы я построить еще дом из тела я точно скажу нет потому что для меня это был эксперимент но мне нравится мой эксперимент я своим экспериментом доволен но еще раз я бы не стал строить я бы что нибудь другое хотел бы придумать кстати говоря интересно что второй объект про который мы сегодня тоже можем рассказать тоже экспериментальный и он не из тела поэтому я так понимаю что если мы вдруг решимся настройку третьего объекта то похоже это будет и не тело и не то что мы построили 3 объект намечается вот а что касается моей бани я очень люблю ее когда я впервые увидел этот проект мне он очень понравился я его долго переваривал в себе сегодня это мой любимый дом посмотрите необыкновенно еще на мой взгляд еще и то что форма бани она сочетает себе с одной стороны квадрат сферу круг и когда подходишь к ней даже до конца непонятно ее размер ее высоту на самом деле до конца не понимаешь отсюда она кажется достаточно невысокой приземистой можно дотянуться до кровли а вот с другой стороны это баня как настоящий маяк такой мощный уступ она возвышается над здешним рельефом и формирует совершенно иной образ в самой высокой точке больше шести метров но по сути получается что да вот именно с такой небольшой бани вы начали с мыслью строить еще потом дом но оказалось что можно по сути да конечно баня это для меня была такая игрушка а потом конечно же я планировал построить дом полноценный дом чтобы в нем обязательно была русская печь вот это тоже мои была мечта но когда построили эту баню я в нее зашел посмотрел и абсолютно точно решил что больше дом никакой я строить не буду еще я хочу спросить как вы пришли к вот к этим необыкновенным формам это как будто бы и в традициях каких-то сказочных с одной стороны а с другой стороны пластика вот этот вот вот эта вот форма я ее до этого вообще-то редко мне встречал это это и не эта форма она архитектурно из русского зодчества вот ее можно где-то наблюдать как элементы что характерно когда дом собрали этих очертаний не было здесь было достаточно все ровно то есть рубщики немножко отступили от прорисованного проекта и мне приходилось здесь вот как бы рисовать уже вручную вручную и сборщики здесь вот допиливали уже по месту получается что был проект с прорисованным вот художественными вот этими формами но это настолько не отработано еще тогда была технология что они были направлено производстве они были обозначены так условно а для меня это имело вид очень большое значение примут именно вот эти вот выступы и форма через как хвост такой да вот она расширяется вот это такой вот хвосты сверху тут опорики или как до кони не за как угодно может и вот это такой вот уступ как контрфорс кстати вот у каменных стен крепостей использует используется такая такая форма она придает такую особую устойчивость особую такую кряжистость этой бани в этом плане очень выразительно но при этом форма окон как будто рандомно где-то выше где-то меньше окошки вообще окошки маленькие многие сейчас пытаются сделать интерьер что было как можно больше света у вас напротив небольшие ок окон со чем меньше окно тем больше теплоизоляция и меньше тепла уходит но это было практично сейчас конечно это не столь актуально но образ такой вот не могу сказать что русской избы прям вот у нас но тем не менее мне все это близко и интересно и вот эти моменты фрагменты образа я вот попытался чтобы здесь присутствовали смотрите еще я хочу друзья показать лобовую доску она такая волнообразно опять-таки очень прием сказочный из образов художественных сказок я на не только в иллюстрациях на книжках сказочных такое видел почему почему так если заморочиться и пустить судьба суда резную доску с резьбой может быть даже смотрелось бы лучше но тогда это прям вот был бы такой более традиционной более традиционный этот дом это баня она не совсем традиционная поэтому ну наверное здесь вот такой упрощенный вариант смотрится хорошо так это дом для вас или бани как вы себя в голове это называете потому что когда-то мы назвали этого строилась это конечно как баня но сейчас для меня это дом хочу обратить ваше внимание что крыша относительно небольшая но на ней сразу три кровельных покрытия три типа это дранка вот этот вот поясок тез причем это осиновый тез и это фальцевая крыша конечно можно было все сделать одним типом крыши но это было бы в итоге сложнее поясню что я имею ввиду вот представьте себе что вот этот полукруглый элемент пришлось бы делать металлом сделать его аккуратно гладко ровно чтобы не с одной точки зрения не было бы искривление каких-то там волн очень сложно практически невозможно а вот когда у нас сочетается с одной стороны скаты плоские квадратные из фальцевой черепицы и такой вот сегмент из доски на мой взгляд хорошо хорошо получилось и в этом смысле я бы так и рекомендовал а что вы думаете по поводу внешнего вида видно что осиновая доска уже составила стала такой дряхлый она не течет потому что под ней сплошной кровельный пирог но внешний вид уже такой у нее дремучий древний вам нравится такое настроение или может быть вы бы хотели обновить замените доску технически это очень несложно и в общем то недорого сделать нашему заказчику нравится это настроение вообще если присмотреться к бане то можно увидеть уже такой хороший отпечаток времени видно что банька уже свое место заняла есть мох и по всему периметру в этой гранитной брусчатки мхома обрастает ну точнее если это лишай лиственничная дранка ничего не течет никаких проблем нет но именно внешне и такого старого дремучего здания баня уже приобрела интересно что стены из кела не слишком поменяли свой внешний вид сразу после сдачи этой бани мы сделали фотосессию видно что в целом не сильно отличается цвета фактуры вот этих стен торцы немного здесь стали белесыми причем вот видно что там где на них попадает вода то они приобрели такой серебристо-белый цвет там где они спрятаны от воды у них по-прежнему больше такого золотистого цвета вообще это хорошая иллюстрация того как долго может обходиться стена из кела без какой-либо обработки на этом участке два эксперимента уже состоялась и позади меня позади нас андреем второй эксперимент как видите совсем это не из кела не из бревна это вообще технология называется тимбер фрейм то есть это каркасный по сути дом если быть точным то формально это гараж хотя при ближайшем рассмотрении н.н. гаражом это невозможно назвать это что-то но машина в этом гараже один раз было чисто чтобы проверить габариты помещается да помещается нормально вот так конечно же это хорошее в хорошем понимании склад нужных вещей у меня было очень много вещей которые казались очень нужными и необходимыми но я выбросил больше половину и поэтому в этом гараже хранятся только нужные вещи помимо гаража есть небольшая пристроечка до изначально это планировалось по проекту ну такой мини второй мини гараж 2 комната гаража для мототехники и так далее когда я посмотрел на план на проект предварительный я сказал так здесь делаем стену и это будет моя лаборатория технология тимбер фрейм это по сути каркасник собранная подогнанная с высокой точностью изделия у которого есть вот такой свой скелет на которой одета снаружи обшивка дальше из этой технологии каркаса выросла технология фахверх в европе постенбим в сша постенбим это когда все то же самое но из бревен делается грубо говоря фахверх все то же самое что и тимбер фрейм но со своей спецификой что там еще и обшивка она несет конструктивную роль то есть обшивка каркаса она усиливает упрочняет каркас в данном случае здесь целом даже без обшивки каркас сам по себе он достаточно прочен за счет вот этих вот диагональных укосин система очень жестко то есть даже сняв полностью всю обшивку обшивка кстати посмотрите это доска сухая с фасочкой со специальным зазором достаточно большим сделано потому что когда она усыхается чтобы не получилось что где-то у нас есть зазора где-то у совсем нет подложка черная чтобы мы там не видели какой-то там изнанку этой стены а несущие балки они все спрятаны внутри и это кстати тоже правильно потому что если балку выносишь наружу то она и температурным режимом холод жара и солнце и влага она под воздействием находится если ты прячешь ее под обшивку как это сделано у нас то по сути долговечность такого здания она вообще ничем не ограничена сотни лет кирпичное здание в этом плане ничем не превосходит деревянное тоже важно понимать то что многие думают что если вот строишь из кирпича то все это это прочно это надежно это надолго а если из дерева то это уже как бы времянка нет это не так на самом деле есть деревянные например храмы в корее в японии которым более тысячи лет они изготовлены из самого обыкновенного дерева ну там сосна высокого качества и при условии что вода не попадает на деревянную балку она может прослужить сейчас не преувеличиваю буквально тысячу лет давайте еще посмотрим на кое-какие элементы которые характерны именно для этого стиля и кстати не характерны для нашей практики и мне будет интересно спросить у андрея насколько это функционально оправдано было я прежде всего обращаю внимание на очень короткий карниз у карниз тут буквально 20 сантиметров мы обычно делаем метр двадцать здесь сделано всего 20 сантиметров я бы кашпо длине карниз нарисовал но стас он рисовал такой короткий карниз и он был прав потому что именно такие короткие карнизы характерны для архитектуры как европе так и северной америке вот для для таких зданий как когда идет косой дождь наверху в районе стены в районе окна протекает вода вовнутрь о ничего себе я думал крыша думаю неужели крыша течет а потом понял что это когда сильный косой дождь он попадает туда вот получается что конечно такие короткие карнизы это еще нам нужно заботиться о лучшей гидроизоляции фасада обратите при этом внимание что хотя карниз коротенький но вот здесь за счет выпусков деревянных белоснежных стропил они открытые видимый вот за счет этих выпусков он не кажется невидимым и незаметным он достаточно этот поясочек достаточно хорошо акцентирован кстати мне кажется что в москве третье транспортное кольцо где сейчас появилась там когда-то было малое кольцо железной дороги там она построена была в начале 20 века и там все стационные строения технические и сами станции чем-то мне напоминают там тоже вот в таком стиле но там правда чаще не деревянные они кирпично деревянные да там больше кирпича но тоже цвет кажется там такой хотя за это время на моего много раз могли поменять пишите друзья комментарии как вам цвет этот подходит ли он органичен ли он ну или может у вас какие-то есть другие варианты другие сценарии и конечно если вам вот такой тимбер фрейм в нашем исполнении душу тоже греет пишите нам мы будем рады поразмышлять над таким проектом и может быть для творческой лаборатории или еще для какого иного строения мы были бы рады его повторить а может быть сделать что-то немного другим нет лучше другим повторять не надо понятно эксклюзивчик ну пойдем внутрь посмотрим как там себя чувствует все элементы после нескольких лет эксплуатации стандартная дверь металлическая но с не стандартной отделкой посмотрите как она сделана с помощью шпунтованной доски аккуратно фасочка снята все подогнано и она прям вписалась до в это здание не выглядит чужеродным элементом при этом это нормальная стандартная дверь такая же какой ставится вот все там квартиры в нашей стране массово буквально миллионами штук вот моя лаборатория точнее сказать винокурня вот маленько такое хобби по большому счету я самогон варильщик и вот не стесняйтесь это перед камерами рассказать это к счастью сейчас полностью законно правильно но это законно потому что я это делаю для себя и для хороших друзей последний эксперимент был это абсент и моя гордость это джин вот джин я люблю и у меня получается очень хороший джин факт самогона варенье установлен полностью но надо отдать должное продукция высочайшего качества это еще надо поверить атмосфера тут хорошая соответствующая вы расскажете может быть про гараж если это можно назвать гаражом проходим можно ли назвать это гаражом не знаю но то что это мастерская с системами хранения любимых и интересных некоторых вещей я точно вижу вообще кстати это тоже наверно вот моя личная рекомендация планировать гаражи все-таки не под машину потому что сейчас реально современная машина легко заводится зимой летом нет проблем завести машину его в этом смысле и гараж там чтобы она была в тепле и ремонтировать нету нужды а вот для такой техники как велосипеды там скутеры квадроциклы снегоходы вот для всего этого как раз пространство какое-то нужно поэтому я бы рекомендовал как раз гаражи не для машин а гараж для техники предусматривать в том числе вот какой-то дмитрий рекомендуйте пожалуйста рекомендуйте так и есть ну а я сейчас расскажу о тех конструктивных архитектурных эстетических задумках которые были заложены здесь архитектором потому что конечно не каждый гараж обладает вот таким вот вторым светом таким пространством и это с одной стороны было ну где-то может быть избыточная где-то даже можно сказать что это такое баловство но я думаю что именно это было просто и создает настроение для творчества потому что если ты вот в такой вот прям коробкой коробочки работаешь да то у тебя одно настроение когда ты заходишь у тебя над головой конечно сразу полет мысли дальше да 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 есть оконцы есть фронтон есть много таких декоративных элементов которые показывают напоминают нам что функционально это не значит что это безидейно это не значит что это некрасиво то есть функция и красота они друг с другом сочетаются и в общем просто так сделать что-то не хочется если что-то делать то делать как бы душой получать творческие люди ну вот мы понимаем друг друга в этом гараже три зоны три функции винокурня мастерская которая изначально была пространством для машины сейчас это пространство для техники и мастерская из что самое интересное что тут еще есть и спальня спальня антресольная очень небольшая но согласитесь иногда вот такая же такая маленькая спальня она может оказаться очень необходимый забрался я сюда не только для того чтобы вам рассказать про спальню но и посмотрите какие здесь интересные принятые решения вообще-то традиционный тимбер фрейм он делается с помощью вот таких вот брусьев причем сечения может быть гораздо больше вот например здесь это сечение 15 на 15 сантиметров а может быть 20 на 20 даже 30 на 30 работать с таким материалом непросто потому что это тяжелый брус он должен быть сухим если он будет по влажности не оптимальным высокой влажностью то и он начнет крутить вертеть и будет явно это приносить большие проблемы поэтому проще работать с доской но доска сроченная с помощью таких металлических шпилек стянутая позволяет получить необходимое для нас сечение бруса и при этом сочетаются они друг с другом очень хорошо стойки и балки именно потому что это доска вот посмотрите составная такая опора в этом узле очень удобно без дополнительной работы именно с помощью стамески в рубке соединяются очень удобно поэтому можем рекомендовать такой немного компромиссный но очень функциональной приемка но посмотрите мы не стали экономить на самом деле на тоже проработки фасочки снята тоже специально чтобы смотрелось это более как-то так аккуратно объемно но при этом еще и мы используем металл шпильки за счет них долговечность таких элементов она очень высокая все шпильки оцинкованные они не ржавеют поэтому по сути срок эксплуатации такого гаража ничем абсолютно не ограничено ну что пойдемте дальше выезжаем поехали выезжает это же гараж классно да я думаю что такие гаражи такие мастерские должны быть у каждого мужчины ну что давайте зайдем внутрь если вы не против пожалуйста посмотрим как в этом доме все сейчас обустроена учитывая что когда-то за это задумывалось в первую ручить баня сейчас фактически это стану стало не просто бани но и домом где живет вся семья ну проходите дмитрий до ощущения мне кажется задает в этом пространстве печка печь на самом деле всегда было и есть центр притяжения всего дома вот она печь которая должна быть в наших домах ее можно назвать русской печи она конечно имеет функционал весь функционал русской печи она немножко модернизирована потому что ее можно топить и здесь через топку а также можно ее топить через дополнительное топочное окно видите если мы там топим печка прогревается по всем контурам и она свободно отапливает зимой дом после хорошей протопки в течение двух дней частый на самом деле запрос а можно ли сделать вот печку как раньше вот 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 русскую печку этот запрос у многих людей есть в душе но когда люди человек понимает что для того чтобы эту печку эксплуатировать надо реально там ночью просыпаться дрова подкидывать а еще к тому же что нельзя эту печку бросить там условно говоря на много дней уехать и дом замерзнет сразу интерес к такому варианту пропадает и люди отказываются от этой идеи максимум они это просто как декор людям конечно здесь нужно продумывать комбинированное отопление если ты уезжаешь больше чем на неделю зимой из этого дома то конечно же и печи дом все остынет температуру нужно поддерживать но при помощи электричества греется этот дом за счет электричества таким образом чтобы он не даже мы не вымара не про них не промерз то есть до температуры 5 градусов действия поддерживается когда вас нет а когда вы приезжаете то что я затапливаю печь с первым делом вы заходите берете там не знать топора в охапку дров и сюда примерно так и где-то где-то через два часа 2-2 с половиной часа здесь 20 градусов очень круто то есть представляете на самом деле реально неплохой результат прогреть такую вещь к утру уже будет чуть больше если печка давно не топилась то конечно желательно сегодня протопить немного и потом завтра и вот завтрашний второй протоп ну 2 протопка она будет функционально и печь будет держать вот порядка двух дней это вот реально автономная система отопления которая ни от чего не зависит только от дров ну учитывая здесь лес неподалеку то по большому счету чего чего дров нам у нас хватает но сам это главный вид в этой печи это же не то что она греет дом хотя это важно мне же можно готовить андрей руководит является шеф-поваром очень известного московского ресторана кафе пушкин который как раз русские традиции с 1999 года то есть уже больше 20 лет 23 года уже ну да а вообще мы живем в 19 веке мы это наш ресторан вот и попав туда вы окажетесь в атмосфере ресторана или трактира там больше ресторации конечно 19 века мне просто нравится готовить в печи потому что но блюда получает совершенно другие вот просто элементарно в горшке поставить гречневую кашу она совсем другая а вот если вы захотите запечь условно говоря молочного поросенка как вы ну как мы это видели много в кино часто мало кто пробует вот если бы я буду готовить даже я у себя на профессиональном оборудовании на кухне он не получится такой какой должен быть а какой он должен быть внутри конечно же он мягкий весь уже раз раз растушена расприготовлены но при этом абсолютно хрустящая румяная корочка который прям при нажатии чем-либо она трескается с характерным таким хрустом никогда не получится а вот здесь получится потому что здесь ноль влажности а это очень важно круто а что по поводу щи щи но это отдельная история знаете чем отличается щи от овощного супа не знаю щи имеют щиной дух вот вильям похлебкин ныне покойный известный публицист писатель он много работал с русской кухней и вот он сказал что щеной дух это характерная особенность русских щей что ним щи которые не имеют щеной дух это овощной суп и щеной дух получается только путем томления капусты образно говоря потому что именно она дает именно вот этот щеной дух плюс специи и тому подобное коренья именно в печи то есть получается что фактически большая часть жителей россии несмотря на то что они конечно многом раз пробовали что-то похожее на щи но на самом деле настоящие силу там суточные это только вот конечно только в печи только в деревнях и я учился готовить именно у таких бабушек в деревнях то есть получается что для того чтобы прикоснуться с настоящей русской традиционной кухни вот без печки практически невозможно ничего второй вариант правильно дмитрий к вам гости на ресторан кафе пушкин зайти милости просим я кстати действительно искренне могу сказать что я с большим удовольствием иногда обедаю это особенная традиция которая у меня вызывает огромное восхищение вообще русская культура русская традиция 19 века это то что у меня вот я прям чувствую меня мурашки сейчас по спине бегут потому что соприкасаясь с этим ты как будто бы ощущаешь что-то особенное дима тоже не забыл что кроме этой печи есть еще одна да продолжаем тему русских традиций конечно же в парной парная здесь задумано было изначально как именно русская баня мы строили сначала баню до но когда все построилось я сюда зашел я увидел все вот эти пространства я понял что дом мне не нужен и прекрасно 10 лет живу здесь так ну погнали в парную это было одна из наших самых первых и присаживайтесь дмитрий хоть печи не топлена баня не топлена но посидим посидим хотя посидим немножко да вот она печь практически два с лишним метра высоту там более двухсот килограмм чугунного заряда и топлю я его пока чугун не приобретет красный цвет малиновый даже да вот такой и после такой протопки здесь можно париться три дня общая температура печь здесь поддерживает где-то градусов 60 потолок у нас здесь как мы любим отделан доской сухостойного кедра причем кедра здесь использованы в парной и в других помещениях и атмосферу и ощущения такую хорошую запах запах очень хороший народ протоплены кстати говоря стены обычно в парных у нас стены с необработанной поверхностью здесь у нас редкий случай парная с шлифованным сжатым воздухом кела и хочется спросить а не остается ли следов от веников на стенах не на стенах ничего не остается единственное что конечно же любой бревенчатый дом не идеально герметизирован парная конечно должна иметь утепление теплоизоляцию ну и какую-то уже декоративную обшивку вот я бы если бы сейчас заново делал я конечно бы послушался совета печников наших до чтобы вот его как это называется облафетить но вид конечно лучше конечно очень классно мне кажется по итогу парная получилось здорово что вот эта печка за 9 лет я так понял эксплуатации она себя провела как очень хороший очень надежный инструмент это ценно для нас потому что со временем только когда не год не два побольше попользуешься вещью особенно такой солидный и важная как печка вот только тогда и можно сделать она уже какие-то более-менее окончательные выводы какие ты уже имея навыки наработки как ей пользуются что но все равно с каждым разом приходит к что-то новое я очень благодарен андрею что поделился своим опытом ценный опыт особенно для тех людей кто действительно хочет погружаться дальше в тему русский русских банных традиции ну или традиции русской печки девятилетний опыт эксплуатации полет нормальная и по печке и по банной печки и по русской печки я так понял это были правильное решение что они пошли на какие-то компромиссы не отказались от своих не своих мяч сейчас то я уж ни о чем как говорится не жалею ко всему привык мне уже все нравится ну и вы правы всегда можно что-то исправить при желании мышь обои переклеиваем дома периодически ну и тут можно переделать погнали наш это называется щанка раньше детишки в поле бегали и родителям носили еду здесь была каша а здесь были щи так ну что пройдем на второй этаж пойдемте спаленка очень необычная потому что я здесь вижу четыре кровати редкий случай для спальни и еще к тому же у этой спальни по сути а есть дверь при входе здесь нет двери на есть дверь внизу ну четверо здесь здесь даже можно сказать пятеро если это считать двух спальни но такое количество народу здесь никогда не спит вот больше двух не получается максимум трех но один посмотри это самые козырные места здесь эти палате причем в проекте их не было здесь просто был огромный потолок вот над лестницей я думаю чуть будет пропадать пространство и предложил уже непосредственно строителям сделать вот такие палате прорезные такие причем палате то прямо это я рисовал потом я только потом понял что здесь то ладно а вот здесь дуб вот здесь ребят помучились конечно не одну фрезу сломали в общем резервы 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 да и это самые козырные места все особенно если приезжают гости дети норовят залезть туда да хорошо я тоже обожал в купе когда залезаешь ну залезть идем залезть залезть да полежи то кстати они большие на самом деле да я там матрас заказывал специально потому что ну все дима там надолго в общем да и я пока что наверно здесь отдохну подумаю о стратегии развития компании дальнейшей мне кажется неплохо получилось жизнь обустроена в этой бане лучше чем в ином доме так что признаюсь что мы с этой бани немножко даже как будто бы чуть больше сделали чем было задумано слишком слишком бани получилось хороша чтобы быть просто бани я думаю что может быть еще через сколько то лет не знаю еще через девять или еще через какой-то другой срок нам тоже будет интересно посмотреть появится возможно какие-то новые ощущения новые мысли с которыми будет полезно поделиться с нами как со строителями из нашей аудитории которая конечно же заинтересована чтобы узнать реальный опыт эксплуатации через много лет когда всплывают все и проблемы и сложности но и преимущество лет 20 я думаю будут новые технологии вряд ли кому-то заинтересует такой дом хотя я думаю что меня бы заинтересовал такой дом и через 20 через 30 лет так как там натуральных хлорофилл под лучами света даже не солнце а просто света дневно он разрушается ну он в любом случае со временем будет разрушаться свет будет немножко уходить но так подольше сохранится говорим про абсент так и будем зажигай махмуд поджигаем махмуд поджигай но меня горит профессионального оборудования и всех атрибутов нету специально ложка вилка для этого или ложка супа существует какая в дырочку может взять обычную там дырочку насверлить дрелью так мы сейчас спирт уже ничего страшного ничего страшного да его там много его там 70 процентов нам надо чтобы сахар немножко закармелизовался конечно должен быть кусковой сахар он плавится и сквозь отверстие капает вниз вот допустим сгорела немножко там сахар сейчас растворим вот теперь надо добавим основную часть я думаю дмитрий достаточно можно в принципе любой газировочкой минерал очкой хоп пожалуйста дмитрий сейчас дмитрий борис все скажет слушайте вкусно как ни странно я бы я бы не ожидал что алкоголь такой причем нормальный алкоголь не слабо но если вы дмитрий обращусь к вам так официально дмитрий борисыч встали то сказать на праведный путь предлагаю попробовать другие вкусы только пощупать и у нас к тому же еще предстоят съемки мы планируем рассказать про некие особенности этой бани который может быть сразу не бросаются в глаза но при более внимательном рассмотрении на самом деле отличает эту баню от многих других которые мы построили кстати говоря за 9 лет по скромным нашим прикидкам около 200 бани домов мы построили но вот эта баня она во многом отличается от всех тех которые мы строили после так что за этот выпить вкус очень необычный очень интересный итак друзья мы обычно работаем в другом духе в другом стиле это элегантный современный интерьер но из бревна в данном случае у нас бревенчатая избушка в архаичном традиционном стиле но даже с усилением с усилением темы старинного деревянного немного даже сказочного немного даже фантазийного дома первую очередь это конечно бревнышки бревнышки при этом ошлифованы сжатым воздухом покрытый лаком за счет этого они выглядят не так природно аутентично как наши традиционные интерьеры тела а скорее они похожи на обыкновенную избу из бревна но при этом бревно но очень фигуристой потому что но не как рубанком или тислом или каким-то инструментом не обработана эти наличники созданы не из кела из кедра достаточно мягкий материал поэтому обработка брошировка сформировала глубокие борозды которые очень активно здесь проявляют характер материала благодаря большой толщине и ширине мощь этих окладов она обращает на себя внимание ну и конечно изюминка отделки этого дома это потолок у потолка широкая доска шириной 55 60 и даже 65 сантиметров это просто рекордная ширина это прям очень отличает этот потолок от тех которым мы уже привыкли ну сравните это с вагонкой толщиной 10 12 сантиметров или даже пускай с ошпунтованной доской шириной 20 сантиметров и даже наши потолки из кедра который мы применяем очень активно во многих наших проектах там ширина 25 ну максимум 30 сантиметров здесь же некоторые доски но они действительно просто поражают своей толщиной при этом за счет того что это сухостойный кедр нет проблем с растрескиванием потому что обычная доска если ее с такой вот ширины изготовить технически это несложно она со временем будет либо выгибаться либо если ее жестко закрепить она будет трескаться идеально получилось и я очень рад что вот такая доска здесь использована дуб на полу до доска криволинейная дуба это одно из наших самых первых использований этого материала на полу мы тогда только еще тренировались есть некоторые недочеты недостатки кое-где видны трещины можно с этими трещинами побороться если заполнить их снова смолой ошлифовать снова покрыть лаком но как будто бы это уже избыточное лишнее действие потому что аутентичное состояние где у поверхности есть какие-то впадины неровности даже трещины нормально это не как бы не вызывает отторжения нашего заказчика я бы еще хотел показать наверное особенность которые тоже редко встретить можно в наших домах это окна окошки здесь тоже сделаны по очень необыкновенной технологии редко встретишь само окно точно также со сталина как и наличники за счет этого ощущение что это старинное какое-то непривычное нетрадиционное окно она нас не покидает мне нравится эта поверхность даже не знаю почему так сложилось но наши заказчики редко такой формат заказывает может быть потому что все-таки чаще мы делаем дома и бани которые соединяют себе природный материал традиционный и современные технические решения то есть это конвекторы это светильники окна большие в пол окна а здесь конечно очень необыкновенные маленькие окошки но то что они маленькие наверное и от этого хуже не становится атмосфера в этом доме в этой бане очень особенно очень уникальное пожалуйста пишите в комментариях нравится ли вам такой дух и нравится ли вам этот стиль если нравится то конечно же пишите если не нравится тоже напишите почему не нравится для нас это ценно нам важно понять стоит ли нам развивать это направление дальше и стоит ли в этом направлении активно предлагать решения нашим клиентам и активно разрабатывать проекты, потому что работа в этом стиле, она требует особых подходов и на этапе разработки проекта, и на этапе, конечно, стройки. Потому что многие решения, которые мы здесь использовали, фактически они требовали изобретения подходов, которые больше нигде и не нужны. Я думаю, что вам должен был этот выпуск понравиться, поэтому вам самое время поставить лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok